Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным блоком у Мартикеев. Коротко о некоторых событиях. В республике стартовал прием заявок на вступление в реестр социальных предпринимателей. Акция «Сад памяти» стартовала в Адыгехабльском муниципальном районе. В Черкесске открыли мемориальную доску народному поэту Карачаевой Черкесии Михаилу Бегиру. И впервые за всю историю команда Карачаевой Черкесии стала серебряным призером первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по волейболу среди девушек. Далее об этих и других темах подробнее. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка трудоустройства интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на местах проведут первичное собеседование. Подробности сообщила заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение мозговых штурмов. И мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности, такие как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской республики» в Центре занятости Черкеска реализуется ряд мероприятий. Одним из наиболее значимых является трудоустройство инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Информацию комментирует начальник отдела занятости Елена Жадькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение. Иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности – коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроблематических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с двумя работодателями. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на вступление в реестр социальных предпринимателей. Этот статус позволяет претендовать на дополнительную поддержку, в том числе гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Документы принимаются до 28 апреля. Претендовать на статус социального предприятия могут организации, которые обеспечивают занятость социально уязвимых граждан, реализуют товары или услуги, произведенные социально уязвимыми гражданами, а также производят или реализуют товары или услуги, предназначенные для социально уязвимых лиц и ведут общественно полезную деятельность. По всем вопросам можно обращаться в Центр «Мой бизнес». 900 школьников из районов и городов Карачаево-Черкесии в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибергим Татаркулов. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаево-Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда». Пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель Игорь-Черкесской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практико-ориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. Акция «Сад памяти» стартовала в Адыгехабльском муниципальном районе. В Акожилевском, Садовском и Старокувинском сельских поселениях высажено 50 плодовых деревьев на территориях школ и Дома культуры. Мероприятия в рамках международной патриотической акции «Сад памяти» на территории республики пройдут до конца этого месяца. Высадка более чем 16 тысяч саженцев состоится на территории земель лесного фонда, городских парках, скверах, аллеях, а также школ, детских садов, муниципальных образований и городов республики. В России продолжается весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу, сообщил военный комиссар Карачаевой Черкесии Сергей Белобородов. 30 марта президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписан указ номер 220 по призыве граждан Российской Федерации на военную службу в апреле-июне 2023 года и об уволении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. 11 представителей республики приняли участие в первом всероссийском форуме «Пик возможностей», который прошел в Нижнем Новгороде и собрал на одной площадке полторы тысячи участников из 89 субъектов России. Молодежь региона в ходе мероприятия прошла образовательные программы по следующим темам. Личный бренд и его популяризация, развитие своего проекта в ВК, эффективные практики в вопросах продвижения, сообщества вокруг проекта, секреты работы со СМИ, блогерами и т.д. Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. В ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений второго класса опасности. Решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес. Началась реализация социального проекта в сфере креативных индустрий. Развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Институт социально-креативного развития актива» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Подробности сообщила продюсер шоу Мадина Лайпанова. Проект «Лицо кавказской национальности» является уникальным в своем роде по масштабу, по географии проекта. Он будет представлять собой познавательное развлекательное шоу, которое познакомит телезрителей с обычаями, традициями народов, проживающих на территории Северного Кавказа, а также покажет красоты природы, которые есть на нашей территории. «Приглашаем всех желающих принять участие. Для этого необходимо заполнить заявку в официальной группе некоммерческой организации «Оно Искра». Можно будет найти гугл-форму, отправляйте. Все заявки будут рассмотрены. И вполне возможно, что именно вы станете одним из участников, который будет представлять нашу Карачаево-Черкесию в данном шоу». На доме номер 5 по переулку Одесскому в Черкесске открыли мемориальную доску народному поэту Карачаево-Черкесии Михаилу Бегеру. В мероприятии приняли участие близкие, друзья, коллеги и ученики поэта. Исполняющий обязанности министра по делам национальности и массовым коммуникациями печати Республики Ислам Хубиев отметил большой вклад Михаила Леонидовича в развитие современной русской поэзии Карачаева-Черкесии и подчеркнул, что имя Бегера останется в памяти жителей региона на долгие годы. На мероприятии прозвучали стихи в исполнении самого поэта, записанные при его жизни, исполнили песни на его стихи. Главный редактор газеты «День республики» Евгений Кратов предложил с целью сохранения памяти о замечательном поэте проводить в день его рождения ежегодные бегеровские вечера. Информацию комментирует исполняющий обязанности министра по делам национальности, массовым коммуникациями печати Ислам Хубиев. Я благодарен этому человеку за то, что он тоже в моей жизни нес свою лепту. Мне посчастливилось быть с ним знакомым, и он мне запомнился как человеком, вот как его голос, как он умел говорить, как он мог рекламировать свои произведения, да и другие произведения. Человек, вот если говорить одним словом, это русская душа. Именно такие люди, они всегда приходили к нам, и они несли определенную миссию. И Михаил Леонидович является таким же человеком, и действительно человеком, который не просто назывался поэтом и являлся народным писателем, он поистине был народным писателем. И я всех призываю не забывать этого великого поэта и сохранить в своих сердцах на долгие времена. Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 20 мая. По традиции на портале культура.рф можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляции. Тема акции созвучна году педагога и наставника «История и истории». В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях и научных открытиях. Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны, в том числе и Карачаево-Черкесии, готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. В канун Дня космонавтики для воспитанников Республиканского детского реабилитационного центра «Надежда» региональное министерство по делам молодежи организовало экскурсию в специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук, расположенную в Нижнем Архазе. Познавательная экскурсия о жизни космоса проведена ведущими историками-астрофизиками обсерватории. Ребятам рассказали и наглядно продемонстрировали имеющиеся в арсенале крупнейшие телескопы, способные заглянуть далеко вглубь космоса. На примере специальных макетов показали строение нашей Вселенной, расположение планет относительно друг друга, звезд и спутников. Впервые за всю историю команда Карачаева-Черкесии стала серебряным призером первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по волейболу среди девушек. Состязания прошли в Пролетарске и Ростовской области. Наши спортсменки завоевали серебряную медаль. Лучшим связующим турнира была признана Кристина Соболева. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов, в горах местами плюс 9-14, свыше 2000 метров лавина опасна. В Черкесии днем небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.